Вечер добрый. О, отлично. Я вижу, что первый человек пришел. И с Божьей помощью, когда хотя бы один человек уже заходит, можно начинать урок. Вот. Два, три, четыре, пять. Добрый вечер. Здравствуйте. И сегодня я хочу с вами поговорить о вечной и известной теме, которая на самом деле тысячелетиями задает один и тот же вопрос. Почему еврейский народ не пропадает? Не пропал, не пропадает, не пропадет. Очень многие интересуются этим самым феноменом. Я уже 34 года, как живу в Израиле. Добрый вечер, добрый вечер. Хорошего настроения всем. Так вот, я уже 34 года, как живу в Израиле. И тут родились и выросли мои дети, слава богу, чтобы они были здоровые. И я могу сказать, что они уже израильтяне, у них совершенно другой подход к жизни, чем у меня или у моего мужа. Я себя не чувствую вот прямо вот израильтянкой. И хочу сказать, что в Израиле многие понятия, они размываются, они совершенно другие. Многие вещи воспринимаются совершенно по-другому, чем то, что воспринималось у нас в Галуте. Вообще, надо сказать, что в Израиле, тот, кто живет в Израиле, он знает и может подтвердить, что весь наш народ, живущий тут сейчас, он состоит из большого количества этнических групп. Сфарадинты, Маним, приехавшие оттуда, приехавшие отсюда и так далее, и так далее, и так далее. Очень непросто. И тем не менее, мы один народ, мы все вместе. Смотрите, я хочу вас спросить вот один такой вопрос. Кто из вас любит обязательства? То есть один человек скажет, я предпочту своим личным интересам какие-то обязательства. То есть кому придет в голову, когда у тебя есть соблазн или там легкая, интересная и хорошая жизнь, взять и сказать, на все вы не шва. Вы, наверное, конечно, слышали это высказывание уже не один раз о том, что мы избранный народ, и тем не менее, мы не наделены никакими особенными привилегиями. А наоборот, мы тот самый народ, на который возлагаются особые обязательства и ответственность. Удивительная вещь, более трех тысяч лет тому назад умер царь Шламо. И после него единое царское государство было разделено на два, если вы знаете и помните. Это Иуда и Северное Израильское царство, которое называлось тогда Израиль. И те, которые были в первом царстве в Иуду, в Иуда, это была Иуда, Вениамин и Леви, и остальные они занимали обширные земли, десяти колен. И вот прошло, проходит 200 лет после того, как умер царь Шламо. И всех нас, мы попадаем в плен, всех нас, ассирийцы, было очень сильное царство тогда, ассирийское царство. И вот под напором этих ассирийских войск, под напором ассирийской армии падает Израиль, и десять наших колен угоняют навсегда из Израиля. Кошмарные вещи, да? То есть евреи угнаны в Израиль, прямой путь для потери колен, для ассимиляции. А Иудея была захвачена армией вавилонского царя, на выходные цара, и Иерусалимский храм был разрушен. И народ тоже, оставшиеся колена, не примена, извините, тоже были угнаны в плен и расселены в различных провинциях, или вавилонской империи, или кто-то по дороге остался, потерялся. Десять же колен северного Израиля, они считаются полностью потерянными, да? Сохранилось у нас только три, которые населяли Иудею. Потомки Леуды, Бениамина и часть колена Леви, про которые я вам говорила уже. Кстати, многие бухарские, горские евреи, да, называют себя потомками Ефраима, а грузинские евреи, они относят себя к колену Исахара. А также мы знаем, что есть там в Индии, и в Эфиопии кто-то считает, и так далее, в Устакистане. То есть есть у нас где-то наши колена, которые рассеяны. Тем не менее, я хочу говорить о том, что всем нам хорошо известно, что еврейский народ существует на протяжении нескольких тысячелетий. И невзирая на все гонения и невзгоды, и на неоднократные, на многочисленные попытки полного уничтожения, тем не менее, наш народ всё равно существует. И существует практически по всему, рассеян по всему миру. Мы знаем, что было много разных народов. И они были и сильные, и великие, и создавали великие вещи. И тем не менее, они исчезли с лица земли. И я вот жила в своё время в Советском Союзе, в России, в советское время. Я знавала даже таких евреев, которые хотели всячески показать, доказать, что они не такие, как вот все евреи. Они полностью отказывались от своего «я», от своей еврейской идентификации. Готовы были вступить в партию, в комсомол. Нам известно, что там в Испании готовы были креститься. То есть в разные времена готовы были многое сделать для того, чтобы уйти от своей религии. И всё равно, мы с вами видим, наш народ сохранился. Ничего не помогло, ничего не помогло. Я хочу сейчас рассказать одну историю, один рассказ, который я услышала сегодня на одном уроке. Но на самом деле это не первый раз, что я слышу этот рассказ. И хочу сказать, что упомянуть о том, что одну из тех, кто является участницей этого рассказа, я знаю лично, я с ней встречалась тут в Израиле, она живёт в Шунатлут. Хайхабадский район такой, в городе Лут, который создан специально по указанию Любовического Рэбе. И хочу сказать, что даже квартиру, которая вот есть в этом районе, ей лично купил Рэбе из своих денег. Может быть, кто-то там, когда будет там, может быть, даже кто-то её видел и знает эту женщину. И, может быть, не знает её всего рассказа. И так, был такой человек, которого звали некий раввин, равгерцог. И после Великой Отечественной войны он создал специальный отряд раввинов и посладников, которые ходили по монастырям и разыскивали еврейских детей. Надо вообще вам сказать, что ни один еврейский ребёнок был спасён в монастырях, был спасён монашками. Я не говорю про то, что были праведники народов мира, которые спасали еврейских детей. Я сейчас рассказываю именно про то, что вот, про эту акцию, созданную вот этим раввином по спасению еврейских детей из монастырей, где они были оставлены родителями, когда приходили забирать, это было по всей Европе, да, когда приходили забирать людей в контрационные лагеря. Надо сказать большое спасибо этим монашкам, от всего еврейского народа, что они действительно спасали этих детей. И вот раввины, они разъехались по всему миру, разъехались по разным монастырям, искать пропавших детей. Но как возможно найти, как возможно опознать еврейского ребёнка в Европе, где была очень большая ассимиляция, многие уже давно перестали делать брид, и даже часть детей уже были не похожи на евреев, белокурые, светлоглазые, да. Кто видел, кстати, в Германии фотографию самого арийского ребёнка, так вот это еврейский ребёнок и очень долго арийская девочка, которую вот таким образом представляли правильные, самые красивые арийские девочки. Так вот таких детей в Европе было много. И в монастырях, где их спрятали монашки, их тоже было много. И вот в один из таких монастырей приезжает этот равгерцог и разговаривает с монашками, просит, отдайте, пожалуйста, нам наших еврейских детей, большое спасибо, что вы их спрятали, пожалуйста, отдайте нам. Наши говорят, смотри, нам приносили здесь очень много детей, «Я, мы не знаем, какие из них еврейские, какие из них нееврейские, пожалуйста, бери, забирай своих еврейских детей, но как ты определишь, кто из них еврей?» И тогда Равин подумал и сказал, «Знаете что, позовите меня тогда, когда вы их будете укладывать спать». И он действительно всех детей укладывает вместе спать, его зовут, он входит в комнату, наполненную детьми, кровати, 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 и он садится и очень тихо, тихонечко начинает петь. «Шма, Исраэль, ашем и лакэйну, ашем и хат, и тихо, тихо, ворохшем, кого-то махутол, ля ла ваэт». И тут то один, то второй, то третий ребёнок начинает вскакивать с кровати, плакать, кричать. «Мама, папа, мама, где моя мама?» Кто-то начинает на Идаше говорить. И таким образом он смог определить, кто из этих детей еврейский ребёнок. Даже они забыли голос мамы и папы. Но где-то у них вот тут вот под коркой, в головном мозге, где-то в душе у них осталось сохранено именно то, что когда-то родители пели и говорили дубы. Может быть, даже не сами родители, может быть, бабушки и дедушки. Так вот, та самая Николь, про которую я вам начала рассказывать, она тоже из тех самых детей, которые были в монастыре. Её таким образом спасли сейчас. Это уже, слава Богу, пожилая еврейская женщина с детьми, соблюдающая, религиозная. Слава Богу. Ну ладно, это было некое отступление. А теперь давайте с вами вернёмся к самому началу нашей еврейской истории. Итак, нашим праотцом был Авраам. Авраам, потом Ицхак, Иаков. И есть некая удивительная вещь. Почему в Туре так много места посвящено, так много текста посвящено Аврааму, много текста посвящено Иакову, Иакову, и намного меньше, несравнимо меньше посвящено Ицхаку. Мы знаем, что Авраам прожил 175 лет, Иаков 147, а Ицхак прожил 180 лет. То есть он прожил больше, чем все остальные. И тем не менее, невозможно сравнить. Про тех говорится очень много, а про него говорится относительно, практически только в нашей недельной главе. Хотя можно было бы сказать, но этот прожил столько-то лет, так, соответственно, возрасту должно быть поделено количество материала. Но нет. Что же было такое в Ицхаке? В Ицхаке, в нашем процессе Ицхаке, некоторые называют его сэндвич, да, то есть когда там есть в семье трое детей, есть первый, это старший сын, есть младший сын, а посредине это сэндвич, тот, который между старшим и младшим, и которому больше всего достается. Так вот, иногда говорят про отца Ицхака, что это про отец как бы сэндвич. Что же про него нам известно? Про него известно, что он рыл колодцы. Рыл колодцы. Если Авраам делал там большой переворот, и Яков родил 12 детей и много разных историй, то про Ицхака нам известно одну вещь. Он рыл колодцы. Нам нужно понять одну очень важную вещь, что именно в рытье этих самых колодцев Ицхак превзошел Авраама вину. Сколько раз Авраам пытался рыть колодец, да, но после его смерти полиштим, народ, который тогда жил в земле Израиля, он засыпал и запретил ими вообще пользоваться. Мы с вами должны понять одну вещь, что Ицхак был сыном великого революционера, сыном человека, который перевернул всю всемирную историю, историю этого мира. Он перевернул вообще жизнь. Он изменил полностью духовную составляющую этого мира. И на Ицхаке, который являлся последователем, сыном такого великого человека, лежала тяжелая обязанность. Какая тяжелая обязанность? Вообще, часто дети в свете своих таких знаменитых, очень умных, успешных родителях должны намного больше чего-то доказать, должны стать лучше, ещё должны как-то лучше продвигаться, куда-то идти вперёд. Тут же мы видим немножко другую ситуацию. Он берёт на себя обязанность, что он будет рыть колодцы. Но обязанность – это одна из самых тяжёлых обязанностей. И сделать именно то, что начал его отец, то, что начал делать его папа Авраам Авину, если мы знаем, да, что он Авраама Авину вырвал три колодца, и сделать постоянным то, что попытались уничтожить Палештим. Думаю, что мы с вами были свидетелями ни одной революции в прошлом веке. Кто-то был свидетелем, кто-то просто жил в стране, где так много об этом говорили, а когда я уехала, там тоже были какие-то революции. То есть мы проходили, практически каждый из нас видел некую революцию на своём веку. Как начинается революция? Революция начинается с великой идеи, с некого душевного подъёма, с желания изменить этот мир к лучшему. Помните, как пелось, или кто-то поётся в песне, «До основания, а затем мы наш, мы новый мир построим». Говорится, «Ломать, не строить». Да, и удалось сломать. Замечательно, это уже шаг. Теперь давай вперёд, давай альтернативу, давай начинай строить, давай иди вперёд. Есть замечательные, чудесные планы по постройству воздушного замка. Супер, потрясающая красота. Вау, даже деньги есть на это. Ну вот мы начинаем что-то строить, и тут у нас начинают вылезать то одни проблемы, то другие, то этот плохо работает, то тут что-то не идёт, то тут что-то не сходится, то тут что-то ломается, то тут что-то не сходится. И все те, кто были твои соратники, кто хотели идти с тобой, начинают от тебя потихонечку отдаляться и уходить. Потому что когда есть какая-то идея, то всем интересно и, грубо говоря, всё идёт очень легко и хорошо, то всё прекрасно, красиво, и всё это там ветер в спину поддувает, и всё прекрасно идёт, это одно. Но когда начинаются трудности, оно совершенно всё по-другому. И при том, что про отец Авраам сделал совершенно потрясающие вещи и вырвал три невероятно важных колодца, которые заняли стратегические, необыкновенно необходимые, важные стратегические три пункта в то время. Рядом с этими стратегическими пунктами с водой, вода — это влияние, мы говорим с вами про пустыню, да? Так вот рядом с этими стратегическими пунктами он поставил свои шатры и таким образом создал для уставших путников возможность прийти туда, отдохнуть, попить, поесть, да? Кто был вообще летом в пустыне Негаев или в какой-либо другой пустыне в Израиле, наверное, знает, насколько важно, необходимо присутствие воды. Вообще кто приезжает в Израиль, ему всё время говорят, давай, не забывай пить, всё время пей, это совершенно необходимо, важно. Так вот, в то время нельзя было подойти к варёвку, пить себе бутылочку с водой и так далее. Владение колодцем водой было необыкновенно важный стратегический пункт, необыкновенно важное место. Так вот, люди, которые приходили туда, они готовы были за эти деньги много чего отдать. Они хотели пить, им было жарко, им было тяжело. Что делал Авраам? Я думаю, многие сейчас тут напишут, потому что они прекрасно знают, что делал. Авраам про это говорится каждый год и много. Он отказывался брать деньги, он хотел, чтобы люди прославляли и благодарили Всевышнего. Поехал, попил, скажи спасибо Всевышний. Дай Бог, чтобы в наше время кто-то это действительно, не кто-то, а чтобы больше людей об этом помнили, и говорили, и благословляли Всевышнего. Что происходит, когда Авраам уходит в другой мир? Жил, вокруг него было много людей, он их учил многим вещам. Это был действительно переворот. Люди смотрели на то, что происходит вокруг, совершенно другими глазами, приближаясь к Всевышнему. Но Авраам умирает. И что происходит? Плештин срочно отдают приказ засыпать колодцы. И люди, которые раньше настолько были близки к Аврааму, знаете, когда у человека есть влияние, у него что-то идёт, как я говорю, строятся новые воздушные замки, люди всегда с тобой. Когда что-то начинает идти тяжело, к сожалению, многие уходят и теряются. А тут Плештин отдают указ зарыть эти колодцы. И люди, которые раньше признавали Всевышнего и приближались к хорошим делам, отходят и начинают опять возвращаться к своим идолам, начинают заниматься идолопоплостом и жить привычным образом жизни. Обратите внимание на слово «привычным». Привычным, да? Привычный образ жизни. Привычка одна из не то, что необходимых, а привычка на самом деле в нашей жизни, она нас ведёт. Вот то, к чему мы привыкли с самого первого дня, когда мы родились, то, к чему нас приучали родители, то, что мы благо приобрели, и оно стало нашей привычкой, она нас ведёт по жизни. То есть это одна из самых необходимых вещей для человека – привычка. То есть мы с вами знаем, что каждое утро встаёт солнце, и за сегодняшним приём днём придёт завтрашний, и оно опять встанет, и будет всё то же самое. Да? Вот такая как бы последовательность, и эта привычка, и мы знаем, и мы верим, что оно так будет, и для нас это само собой разумеющееся. И если Авраам вёл борьбу и занимался постоянными выяснениями «Мои колодцы не мои полагаются на твоей земле, на моей земле» и так далее, и так далее, то Ицхак, он вырывал колодец. Если к нему приходили и практически его выгоняли из этого колодца, потому что каждый народ, который жил рядом, хотел им завладеть, и мы говорили только что это влияние, он не ругался, он не скандалил, он просто тихо отходил, ушёл в другое место, и что он делал? Он начинал рыть новый колодец. И так каждый день, вставал утром, рыл колодец. Каждый день был посвящён тому, чтобы добывать воду, источник жизни для этого мира. То есть мы понимаем, что Ицхак доделывал то, что не смог доделать, сделать Авраам. Авраам — великий революционер, совершивший переворот в этом мире. Он его совершил, окей, но кто-то должен вести то, что он совершил, в некую привычку и в понимание, что это так. Хочу вообще, я не знаю, многие из вас знают, а может быть и не знают, в чём особенность колодца. Почему я говорю колодец, колодец, колодец? Мы только что начали с того вообще о сохранении еврейского народа. Почему мы вечные? Почему всегда? Сейчас я говорю о колодце. В Танахе говорится о трёх источниках воды, откуда приходит к нам вода. Это яма, колодец или источник. В каждом из них есть какая-то своя особенность. Яму выкапывает, вырывает человек в глубине земли и находит там воду. Для того, чтобы её найти, надо очистить всё вокруг, приложить старания. Мало того, надо чувствовать и знать, где её искать, где вырывать этот колодец. Но если ты уже рыл, рыл и уже до неё дошёл, то вода вырывается наверх и действительно приходит в этот мир, заполняет этот источник и так далее. Просто источник. Мы идём и есть источники воды. Мы знаем, что источник воды создан Всевышним. Как вместе со всей остальной природой. Да, такая вот вещь. И знаем, что в глубине земли есть вода. Так что это уже, то есть яму вырыл человек, источник создан Всевышним, да, и ещё есть божественное провидение. Как соединить яму, вырытую человеку, с источником воды, которую сделал Всевышним. И именно в этом самом, в этом соединении, в этом щебуре и заключалась, и заключалась духовная работа Ицхака. То есть не только распространить знания о Всевышнем, но открыть именно его проявление в этом мире. Раскрыть вот эту святость, то, что есть, это самая вода для жизни человека, это именно была та самая работа. И чтобы, главное, это было видно нашим взглядом, нашим глазом, видимо было, да, то, что вот это Всевышний, он пошёл и играть яму, и Всевышний дал эту воду для человечества. Интересно, что три колодца, про которые мы с вами говорили, что их вырыл Авраам, а после его смерти пошёл и раскопал, и оставил им то же самое имя, это тоже очень важная вещь, Ицхак, да. Так вот, три колодца, которые упомянуты в Таре, символизируют на самом деле три храма и отношение народов мира к еврейскому народу. Первый колодец, вырытый Авраамом, а потом возобновлённый Ицхаком, он символизирует первый храм. Это когда народы мира ограбили нас и разрушили его, и те самые народы, они продолжают ненавидеть нас до сегодняшнего дня. И это был первый колодец, который вырыл Авраам, и потом опять же возобновил и вырыл Ицхак. Так, второй храм, второй колодец, это тоже второй, это второй храм, который разрушили и ненавидят нас все народы, да, то есть, знаем, а вот третий колодец, это уже третий храм, когда наши отношения еврейского народа и отношения народов мира будут совершенно иными. Совершенно иными. Третий колодец, который вырыл Ицхак, это был колодец мира, когда все народы вокруг могли им пользоваться, и то же самое с Божьей помощью будет в самое ближайшее время, и я вижу, что потихонечку это начинается. Теплые, настоящие человеческие взаимоотношения еврейского народа с другими народами, когда есть полное признание Всевышнего, и, как известно, все люди, как тогда встречались у колодца, так и сейчас мы будем все сосредоточены вокруг храма с Божьей помощью. Третий – это наш, который в ближайшее самое время придет в наш мир, спустится, и все мы будем получать силы от этого храма. Есть еще одна очень важная вещь, которую мы учим от наших праотцов и которая дает, опять же, объяснение того, что происходит с нами, с нашим народом. Наши праотцы, они учат нас тому, что есть люди, которые, я знаю, будут не совсем согласны со мной в том, что я говорю, но, тем не менее, я позволю сказать, что я так это вижу, и некоторые рабоним, да, в частности, по-моему, рамбан, тоже так говорят, о том, что истинная праведность – это не оторванность от реальной жизни, не убегание от всего того, что в ней есть, а стремление исправить то, что не идеально. Это одна из вещей, которые, на мой взгляд, да, здесь нам дали, мы не живем в том мире, нам дали в этом мире тору и заповеди, и мы ее должны соблюдать, и это то, что дает жизненность нашему народу, потому что мы эту тору, да, мы не только, мы не посвятили себя торе, а мы взяли эту тору, спустили в этот мир и живем этой торой, да, и поскольку я говорю о каких-то материальных вещах, жить тут, не жить там, в будущем мире, в духовном торе, а жить именно в этом мире, надо понять, что Ицхат получил заповедь отделения десятины. Почему именно Ицхак? И что вообще это такая за заповедь? Я не знаю, знают ли многие, что это такое, и отделяют ли многие десятину от того, что они зарабатывают, и у них есть, и знают ли законы, как это правильно делать, да, но особенность этой заповеди, это то, что в отличие от другим приношениям конки, к коинам приносили, кроме самой десятины, да, приносили там, были разные, как сказать это по-русски, приносили разные бекурим, разные жертвы, да, но кроме этого, вот десятина, которую мы установили, говорила о том, что все, что у нас есть, да, принадлежит Творцу, и мы сначала отдаем десятину ему, потому что это все, что у нас есть, принадлежит ему, да, и до исполнения заповедей Десятины мы вообще не можем пользоваться все, что мы получили, пока мы не отдали Всевышнему все то, что он нам дал, мы не можем этим пользоваться. Почему это дали Ицхаку и почему опять же мы говорим о том, что это именно то, что держит и поддерживает нас народ? Наверное, потому что заповедь Десятинный, она очень олицетворяет духовную работу Ицхака, который умел раскрыть внутреннюю святость в тех вещах, которые на первый взгляд как бы не видно. Он рыл эти колодцы, он, никто не видел эту воду, люди хотели пить, они не могли быть без этого, а он шел, рыл и доставал эту воду. То есть это духовная его работа. Он нашел святое, он нашел именно искру святости в том, что было. Так и мы, да, отдавая Десятину, мы как бы признаем эту искру святости. Мы говорим Всевышнему все твое, все, что нас окружает, оно твое. Ну и, наверное, мы подходим к некому заключению, и я бы, наверное, хотела попросить вас, тот, кто еще остался тут и не ушел, и кому действительно хочется немножко поработать над своими медот, может быть, может быть, вы сделаете какой-то вывод из того, что я вам рассказала, и напишите, что вот из вышесказанного действительно хранит наш народ, и почему я назвала этот урок именно так, почему, рассказывая об Ицхаке, и рассказывая о том, что произошло с детьми, которые были потеряны и спасены в войну, да, спасены монашками, что все это объединяет, и как мы с вами должны правильно жить в этом мире. Я буду рада, если вы сможете написать выводы, потому что каждый человек, который работает над чем-то, что он слышит, это действительно приносит ему самому добро, ну и всем окружающим, понятно. и может быть, что нам надо сделать для того, чтобы уже привести Машиха, и как мы научились этому от Ицхака, как сохраняем мы наш народ, и как мы приводим этот мир в соответствие с желанием Всевышнего. Я буду рада увидеть, если действительно кто-то это напишет. Ну, я же со своей стороны могу сказать одну вещь, многие из вас знают, что я шатханит, я занимаюсь шидухами, нахождением двух половинок одного целого, и это одна из вещей, которая помогает совершенно делать необходимую вещь сохранением нашего народа, потому что я делаю, прилагаю все усилия, чтобы евреи заключали только еврейские браки. Мало того, я кричу об этом на каждом углу, и хотя, может быть, знаю, что часть людей, которые видят у меня мои посты на странице тоже набила оскомину, но тем не менее я пытаюсь научиться от Ицхака, вот я первая делаю свое домашнее задание, и говорю, что я пытаюсь научиться от Ицхака, что постоянство, и постоянство, и только постоянство, и упорность, и каждодневная работа сможет помочь сделать то, что является нашим шлихутом. Если я знаю, что моим шлихутом является шлихутом, то я пытаюсь работать именно в этом направлении. У каждого из вас есть свой шлихут, что-то, что вы должны сделать в этом мире. Буду рада, если каждый подумает и постарается найти свое место в этой жизни, и, конечно, будет выполнять все это каждый день, то, что он поймет, что он должен выполнять. До следующей недели. желаю вам хорошо провести эту неделю в этом чудесном месяце кислях, когда вокруг так много света, сияний, который Всевышний спускает нам. Пользуйтесь им и делайте хорошие дела. Всего хорошего. До свидания. До свидания.